здравствуйте дорогие друзья хочу сегодня поговорить о том как нерожденные дети вернее те дети которые могли бы быть рождены до нас влияют на нашу жизнь на нашу жизнь или на жизнь наших детей если сегодня вы уже взрослый человек у вас есть нерожденные дети и после них есть рожденные дети в современной традиции много посвящено тем о том как это и что на самом деле это не оплаканные души они не ушедшие мир мертвых и в основном те кто с этой информации соприкасаются знают ее через эту призму но мало кто представляет себе как выглядит непросредственно механизм передачи информационного файла от нерожденного ребенка рожденному и вот вот эту схему я бы хотела вам сейчас и рассказать дело в том что когда происходит зачатие и открывается такой интерферентный вихрь да на вход души дух уже воплотился в душу и теперь нужно чтобы произошло воплощение то есть душа одухотворенная вошла во плоть и это происходит именно в момент соединения сперматозоиды и яйцеклетки многие в измененных состояниях сознания видят определенную вспышку или чувствуют как вот этот вихрь до втягивают буквально в полном смысле слова физическую материю то есть это зигота оплодотворенная яйцеклетка это всего-навсего две соединенных клеточки которые еще ничего не имеют ни ручек ни ножек ни глазок но вместе с душой входит и информационный файл это такой зиповский заархивированный файл который содержит всю судьбу со всеми вариантами то есть совсем коридором судьбы совсем тем как это душа может потом продвигаясь по материальной матрице двигаю поступать и в зависимости от этого могут быть различные варианты то есть вот полностью вся сюжетная линия со всеми вариантами и естественно в ядре которая сейчас образовалась в результате слияния сперматозоиды яйцеклетки образуется днк этих родов и эта душа будет активизировать те программы те судьбы наших предков на которые скажем так или положить свою информацию для того чтобы она включилась другими словами для активизации этого информационного файла необходимо плоть физическая материя оплодотворение происходит в маточной трубе соответственно как только произошло зачатие зигота начинает свое путешествие из маточной трубы в полость матки и там происходит клеточное деление то есть физическое тело начинают развиваться начинают усложняться начинают по большому счету активизировать распаковывать да и подготавливать эту материю для уже когда она будет готова для вхождения физический мир чтобы там уже происходила определенная реализация этих программ так вот а теперь представьте и без разницы под словом аборт нерожденный ребенок мы имеем ввиду внутрима это замерзшую беременность беременность которая в маточной трубе произошла аборт вакуум выкидыш речь идет о том что физическое тело на каком-то этапе перестала существовать тело погибает то есть носитель погибает он соединяется с первоэлементами информационный файл остается остается где остается в полости матки у мамы и ясновидящие часто видят это как дыры как энергетические пробои куда по большому счету утекает очень часто женская энергия но нам с вами интересно другое если теперь после этого приходит другая плоть приходит другая душа и у нее теперь ее тело до видео сперматозоида яйцеклетки и всего того что из этого разовьется куда денется этот информационный файл конечно же он сядет тоже на эту плоть а теперь представьте вы компьютер в котором инсталлировано несколько базовых систем там до windows такой-то windows такой-то это в лучшем случае они еще будут дружить но если какие-то базовые системы которые как бы могут еще и не дружит но вероятнее всего внутри личностный конфликт уже заложен в этой личности и дальше эта личность начинает развиваться она рождается она все что ощущает все что воспринимает воспринимает как самого себя и представьте там был мальчик это а я девочка и вероятнее всего в раннем возрасте у меня будут какие-то наклонности играть с мальчиками проявлять какие-то качества дружить с какими не совсем свои да но при этом они отчисляются со мной как мои дружиться с ребятами с друзьями которые иногда настолько противоположные могут даже спрашивать ну как ты можешь ними дружить они же абсолютно разные потому что я задружу за себя да и из-за того парня условно говоря теперь представьте у моего брата условно должна была быть некая роковая программа роковая программа эта программа которая включится в любом случае в любом в любой сюжетной линии какой бы выбор он не сделал может быть только ее включенность будет до более или менее интенсивно заряжена и например мой брат должен был быть гениальным архитектором и когда приходит вопрос кем не быть я должна была быть там учительницей младших классов и мне очень нравится возиться с детьми и все но еще в школе мне удаются эскизы мне удаются графики при этом мне не нравится это делать но мне удается и когда я не знаю кем мне быть мне говорят ну как же ну вот посмотри у тебя есть талант пойди туда да сейчас эта профессия полезна по большому счету программа моего брата начинает создавать декорации и необходимое пространство для того чтобы эта программа реализовалась именно программа начинает формировать в матричной структуре реальности благоприятные условия притягивает нужных людей и многое другое и я иду иду в институт архитектурный страдаю там при этом все рукоплещут и говорят гениально чудесно прекрасно а меня это не радует мне гораздо больше нравится сидеть с племянницей мне гораздо больше нравится соседскому мальчику рассказать как сейчас можно вот это упражнение разобрать и провести какие-то там аналогии и вот здесь вот прям прям вот прям вот я я но тем не менее там не говорят что я гениально я заканчиваю институт кладу диплом и говорю все закончилась отмучилась мне начинают говорить да ты что да ты же талант да у тебя же большое будущее а игры да не надо мне этого будущего не моё это ребят понимаете не моё на что поле еще больше начинают реагировать ну как же ты что хочешь свой талант закопать в землю а теперь слушаем дословно не моё хочешь закопать землю да хочу закопать землю хочешь похоронить да хочу похоронить это правда я хочу чтобы это упокоилось оно должно было реализоваться дальше оно должно как-то там развиваться тогда отдам платформу своей жизни для того чтобы эта программа реализовывалась а вкуса от нее и не чувствую потому как реально не моё и через профессию через друзей как правило и пробивают вот такие вот программы классические расстановки говорят о том что сиение есть хорошо потому как родители должны были об этом позаботиться упокоить и теперь мы делаем их работу в карме мы видим что на самом деле ничего несправедливого нету сегодня я пожинаю плоды свои действия вероятнее всего я когда-то поступала также как и мама в деконструкции матрицы судьбы мы видим гениальный божественный план потому что сейчас я за одну жизнь реализовала и взрастила в себе определенные навыки чтобы когда я вернусь на свою линию жизни этот навык обязательно мне пригодится и может быть это не просто мое умение там сейчас составлять графики рисовать или создавать геограммы может быть это масштабность мышления и видение целого может быть это именно та подружка лена с которой я там познакомилась и которая потом не даст какой-то совет и сведет меня с тем человеком где моя судьба приведет меня к моему предназначению то есть мы видим большой божественный план и огромный сакральный смысл вот во всем том что человечество как правило воспринимает как некое зло поэтому плохо пока я иду не по своей судьбе равно как и плохо когда я начинаю думать о том что это для меня зло и ответственно за это несут родители и я сейчас от гребаю простите за сленг то что должны были бы сделать они и вот это системное видение может вам очень помочь особенно если вы уже работали с этой темой особенно если вы знаете о том что у вас были нерожденные братья и сестры может быть вы даже видели что вот это вот в часть вашей судьбы например вот этот вот парень или вот это вот подружка или иногда уже законченный институт или кружок макраме или вот это вот моё пристрастие горные лыжи это было не моё потому что очень часто в расстановочной работе мы видим вот эти вот наклонности видим вот эти вот характеристики то кроме того что вы с этим попрощались и сказали смотри на меня приветливо если я вернусь свою жизнь подумайте о том зачем вашей душе это было нужно зачем этот навык вам был нужен и как сейчас применив его инсталировав сегодня его в свою судьбу свое предназначение в свою профессию вы можете выиграть и тогда вы можете испытывать благодарность к этому опыту и к маме в частности которая сейчас не почистила за собой что-то для того чтобы у вас была возможность на этой тренинговой площадке развить себе эти навыки качества которых у вас в априори и нету и которые не были там активизированы вашей кармической программой но они были активизированы программой нерожденного брата или сестры помните что этот мир устроен гениально он прекрасен он чудесен любите свою жизнь и если с вашими с вами случается что-то не то или вы чем-то не согласны то помните что всего навсего вы в этом месте сейчас не видите той пользы и того хорошего что вам несет это событие всего вам наилучшего